Уже давно не секрет, что интуиция – реально работающий инструмент психики, который помогает принимать правильные решения в жизни. Многие успешные бизнесмены и счастливые женщины, которые правильно выбрали сферу профессиональной деятельности или партнера, не скрывают, что доверяют своему чутью и внутреннему голосу. Однако не у всех интуиция работает на отлично. Как это исправить? В жизни всем хочется избежать как можно большего количества ошибок и прийти к наилучшему варианту своего будущего. Как же улучшить работу интуиции? Существует пять простых техник, которые помогут вам натренировать свое шестое чувство. Давайте их рассмотрим. Техника первая называется «Контакт с правым полушарием». Поскольку всех с детства учат развивать логическое мышление, мы по инерции стараемся прислушиваться к голосу разума, что на практике далеко не всегда себя оправдывает. За работу интуиции отвечает правое полушарие мозга, а за работу логики – левое. В теле контакт с полушариями фиксируется в руках. Левая рука контактирует с правым полушарием, а правая рука с левым. Чтобы развить работу правого полушария и, как следствие, интуицию, нужно тренироваться, совершая привычные действия левой рукой. Самый простой пример – научиться есть или чистить зубы левой рукой, в идеале писать или рисовать. Так вы улучшите контакт с правым полушарием мозга и одновременно заставите интуицию работать лучше. Вторая техника «В какой руке монета» Для этого упражнения вам понадобится второй человек. Попросите помощника завести руки за спину и спрятать монету в одной из них. Как только он будет готов, пусть вытянет руки вперед, а вы попытайтесь угадать, в какой руке сейчас находится монета. Проделайте упражнение 10-15 раз. После этого обратите внимание, какими были ваши ощущения в теле перед тем, как вам удалось угадать нахождение монетки и каковы они были перед тем, как вы делали неправильный ответ. Заметьте и зафиксируйте разницу. Продолжайте упражнение, обращая внимание на ощущения. Ваша эффективность обязательно возрастет. Следующее упражнение называется «На сон грядущий». Для выполнения следующей техники необходимо завести себе новую привычку. Когда вы ложитесь спать, в первую очередь сбросьте все напряжение и полностью расслабьтесь. А после переходите к диалогу с бессознательным. Для этого подумайте о вопросе, который вас тревожит больше всех. И мысленно попросите подсознания дать вам на него ответ во сне. Держите рядом со спальным местом бумажку с ручкой. Как только проснетесь, запишите все, что помните о своем сне. Ответ может быть дан в форме метафоры, которую сможете понять только вы, либо же прямым текстом. Для чистоты эксперимента повторите упражнение несколько раз с одним вопросом, к примеру, на протяжении недели. Тогда вы лучше научитесь понимать ответы подсознания и сможете их разгадывать. Следующая техника – кто и зачем. Возьмите себя за правило каждый раз, когда звонит телефон, не смотреть на экран, а попытаться угадать, кто это. Через 2-3 дня вы заметите положительные изменения в работе интуиции. После того, как этот навык будет отточен, переходите ко второй части техники. Угадав, кто звонит, попытайтесь почувствовать, с какой целью, а после снимите трубку и уточните цель звонка. И пятая техника – восьмой аргумент. Это еще один интересный способ развития интуиции – определение веса решения. Бывают ситуации, когда вы колеблитесь меж двух ответов и никак не можете определиться, как же правильнее поступить. Это упражнение вам поможет. Сначала потренируйтесь в получении ответа на вопрос, на который точно знаете правильный ответ. Сядьте прямо, расслабьтесь, согните обе руки в локтях, развернув их ладонями вверх. При этом они должны быть подвешены в воздухе, а не лежать на коленях. Например, вы точно помните, что ели сегодня на завтрак яичницу. Поместите мысленно в одну ладонь ответ яичница, во вторую, к примеру, слово капуста. После этого задайте себе вопрос, что я ел сегодня на завтрак. Обратите внимание на ощущения в ладонях. Верный ответ будет как бы больше давить на ладонь, имея больший вес. Проделайте технику на протяжении нескольких дней с разными вопросами, ответы на которые вам известно. А после переходите к вопросам, в которых вам трудно принять решение. Польза развития интуиции. Когда вы научитесь прислушиваться к своему шестому чувству, то удивитесь, как часто оно может приносить пользу. Выбрать профессию, или решиться на уход на новое место, обзавестись полезными знакомствами, улучшить качество своего питания, выбирая хорошие продукты, избавиться от многих ненужных привычек и сомнений. Определить, с подходящим ли мужчиной вы начинаете отношения. Это и еще масса пользы от интуиции. Начинайте тренировать ее и отмечайте положительные результаты. Я желаю вам успехов!